Вратарь Киевского Динамо Добрый вечер, Виктор Добрый вечер Скажите, пожалуйста, вот насколько я помню, ваш отец в свое время был вратарем ЦСК, ЦДК еще тогда этот клуб назывался в Москве Я хорошо помню вашего брата Вячеслава Чанова, который был вратарем московского торпеда, прекрасным вратарем Вратарем стали и вы Так было предопределено, что вы встанете в ворота или все-таки была какая-то доля случайности в этом? Ну, во-первых, как ни странно, я начинал нападающим Нападающим и довольно-таки неплохо у меня получалось И потом получился такой момент, что вратарей группы подготовки я начинал в Донецком Шахтере Все заболели и получилось течение обстоятельств Тренер мне сказал, ну, коли у тебя отец и брат вратарей становись в воротах И вот с того момента за камней началось Вы знали, как ставить в воротах? Вы тренировались перед этим или нет? Нет, нет, ну, это, видимо, и в генах уже было заложено Вот, ну и, конечно, очень много пришлось работать, чтобы потом спокойно и уверенно чувствовать себя в вратах То есть вы считаете, что вратарю все-таки необходим какой-то талант, да, перед этим? Обязательно, и не только вратарю, вообще Каждому футболисту нужно помимо того, что терпение и труд Нужно все-таки, чтобы хоть доля такого-то таланта была заложена у него Иначе не получится ничего Кому на поле тяжелее всего, вратарю, нападающему, защитнику или полузащитнику? Вот на ваш взгляд, все-таки нападающий должен забивать голы На нем ответственность за результат Полузащитник должен очень много бегать Защитник должен не пропускать нападающих своим воротом Но вратарь самый ответственный, наверное, пост Как вы считаете, какой амплуа самый ответственный и самый тяжелый? Ну, наверное, недаром вся команда старается защищать вратаря Потому что это уже последняя точка, можно сказать И есть такая пословица вратарская Поменьше оглядываться, потому что если вратарь оглянулся, значит твоя команда уже проигрывает И поэтому очень большая нервная нагрузка идет в течение матча, конечно, вратаря Потому что нападающий, ну, не забил, ничего страшного То же самое полузащитник или защитник, а вот если вратарь уже ошибается, то это очень сильно влияет И на психологию команды, и, естественно, на результат Вы сказали защищать вратаря, вас часто приходилось защищать в прямом смысле слова, в физическом смысле слова? Ну, в общем-то, практически в каждой игре стараются защитить и не подпускать близко соперника к вратарю Потому что, в принципе, это не только в футболе, это вообще во всех игровых видов спорта Бывает, что нападающие подличают, делают гадости какие-то за спиной судьи, за спиной игроков? Вот у вас такое было? Да, бывало такое, бывало Особенно вот, когда вратарь ложится, обычно нападающие перепрыгивают Есть некоторые нападающие, которые специально оставляют ногу И очень много травм получают вратарь из-за этого Это моральный фактор срабатывает? Они стараются запугать вратаря чисто психологически? Да, да, и это тоже И это удается, как правило? Ну, я думаю, что нет Наоборот, я не знаю, судя по себе, я наоборот как-то больше заводился еще в игре В свое время ходили легенды о вратаре, ныне комментаторе Владимира Маслаченко, что он был очень бесстрашным Даже Лев Касиль писал в своих рассказах спортивных, как Маслаченко играл и с разбитой головой, и с рассеченной бровью и так далее У вас случались такие моменты, когда приходилось играть уже за гранью? Ну, у меня был, наверное, самый такой яркий момент в моей футбольной карьере Это в 84-м году я получил перелом руки в июне месяце И вот до ноября 84-го я играл с переломанной рукой Это очень немногие знают об этом После чего, конечно, я, по-моему, да, около шести месяцев был в ГИБСе Это 85-й год И пришлось играть Это правда, что Валерий Васильевич Лобановский, если верил в игрока, он его ставил на матч, даже несмотря на какие-то травмы и довольно серьезные То есть у него было свое убеждение, если состав наигрался, он должен играть в таком виде? Да, ну, недаром болельщики говорят, что если Валерий Васильевич уже поверил вот этим 11-ти человекам, которые играли все время То пускай даже камни с неба будут, но эти люди будут играть температура, не температура, потому что он очень доверял им Это окрыляло вот самих игроков? Они играли через «Немогу» и добивались больших результатов, чем если бы играли без травмы? Как Вы считаете? Ну, во-первых, как-то мы уже привыкли к тому, что у каждого были микротравмы И привыкли просто уже играть, потому что мы знали, что что бы ни было, но вот эти 11-ти человек будут играть И поэтому какая-то появлялась уверенность у каждого футболиста, и мы очень четко взаимодействовали друг с другом Мы понимали не то, что там с полуслова, а с полузгляда Отсюда, наверное, и результаты наши В команде, как правило, два и больше вратарей, причем два вратаря очень часто примерно одинакового класса Но не секрет, что многие вратари из-за этого не то, чтобы теряют квалификацию, но пропадают как игроки В частности, говорили когда-то о великом, на взгляд, специалиста вратарей Беляеве, который пропал за спиной Яшина Очень много пропустил матч и Хомич, говорят, действительно великий вратарь тоже Ваша ситуация с Михаилом Михайловым Я помню, что в 1984 году, когда вы пришли в Киевское Динамо, вы стояли все матчи, подтеснив Михайлова в воротах Михайлов перешел в дублирующий состав Киевского Динамо Потом ваша травма, Михайлов заиграл снова Вот какие чувства, возникала ли взаимная ревность, сказывалось ли это на ваших взаимоотношениях И что вообще испытывает человек, у которого есть практически такой же конкурент? Ну, дело в том, что, конечно, я думаю, что это сугубо мое личное мнение, что в команде должен быть один опытный вратарик и один очень молодой Иначе, чтобы не получалась такая ситуация, мы как-то с Мишей сразу определились Мы в жизни были в нормальных отношениях, а все свои споры решали, естественно, на зеленом газоне И немножко поправку, я пришел в 82-м году в Киевское Динамо И, конечно, я не буду скрывать, у меня уже было такое мнение, и так я как-то немножко и про себя уже думал, что мне нужно, наверное, после 85-го года переходить в другую команду В какую? Возвращаться домой В шахтер В шахтер, да Ну, благодаря Валерию Васильевичу он сказал, говорит, ты давай работай, а там мы посмотрим Ну и так получилось, что я опять вернулся в 86-м году и очень такой непростой матч Это с Рапидом в Вене Это была 1-4 кубка кубков 3-1 или 4-1? 4-1 там и 5-1 дома, да Естественно, конечно, я вот скажу, не позавидовать Такое состояние было, как будто ты играешь только-только как начинающий вратарь Вы вспомнили о матче с Рапидом в Вене, а много ли было в вашей спортивной карьере матчей, когда на кону стояла ваша судьба, ваша карьера? Не очень много, но бывали такие случаи, вот допустим, я даже когда только начинал в Донецком шахтере, я играл первую свою игру и очень ответственную Я считаю, что если бы я там какую-то ошибку допустил, может быть я и не сложился как вратарь Это было в Тбилиси и игра была очень важна, нас устраивал ничейный результат Либо выиграешь, но никак не проиграешь И мы тогда сыграли 0-0 Основным вратарем был Дегтярев тогда, да? А что с ним получилось тогда? Потом начали больше доверять мне как вратарю и получилось, что вот благодаря этому матчу сложилась моя вратарская карьера Ну что чувствует вот в этот момент вратарь, молодой вратарь, которому доверяют больше, чем пожилому ветерану? Вот Дегтяреву я помню года 33-34 уже тогда было Да, да Что вот вы чувствовали? Есть такое чувство неловкости, мол потеснил человека, заслуженного человека, вот есть такое? Ну если честно, тем более когда по молодости своих лет естественно существует немножко Что все-таки человек дал столько этому клубу и тут получилось, что ты намного моложе Ну я думаю, что это жизнь так устроена, что молодежь всегда идет за ветеранами Поэтому я думаю, что это нормально Чем отличался Шахтер тех лет от Киевского Динамо тех лет? Ну Шахтер всегда отличался своим характером, именно таким бойцовским А в чем это проявлялось? В установках на матч, во взаимоотношениях внутри коллектива? Нет, там, во-первых, сам край такой шахтерский, он, ну как бы сказать, во-первых, очень тяжелая работа у Шахтеров И как-то вот с самого детства уже закладывалось в характере команды, что эта команда должна радовать именно этих людей Отсюда вот я помню очень яркий такой матч после того, как Тбилисская Динамо выиграла Кубок Кубков 82-й год, да? Первый, первый? Нет, 80-й, 80-й Наверное, первый? Да, первый, первый И получилось, что после этого матча мы играли в финал Кубка Союза С Шахтером? Да, с Шахтером С Билисским Динамо? Да, с Билисским Динамо И у нас получилось, приехало всего лишь 13 человек, из них 4 травмированы Я никогда не забуду фразу главного тренера, тогда был Виктор Васильевич Носов Он сказал, ребята, а нам самое главное крупно не проиграть На что ребята сказали, мы приехали не проигрывать И мы тогда выиграли этот матч 2-1 Вот в этом весь Шахтер, потому что была команда непредсказуемая Чем еще Киевская Динамо отличалась от Шахтера? Понятно, кроме организации и так далее Вот какие отличительные черты, главные такие были? Ну, во-первых, очень серьезные требования у Киевского Динамо к каждому игроку Во-вторых, очень большие нагрузки Я это ощутил на себе, потому что, когда я пришел из Донецкого Шахтера И как раз попал в подготовительный период Киевской Динамо Я на себе это очень хорошо ощутил Ну и в-третьих, естественно, все стремятся к Киевской Динамо Потому что очень высокие требования у этого клуба Ребята Киевского Динамо образца 1975 года рассказывали мне, как, в общем-то, на тренировках Когда опробовалась модель Зеленцова, Лобановского, Базилевича С ними случались, в буквальном смысле слова, и припадки, и приступы И начиналась рвота, и, в общем, люди не выдерживали В вашем поколении такое было или уже снизились немножко требования, откорректировались? Да, у нас бывали такие случаи, что людям становилось плохо на тренировках Но, тем не менее, люди понимали, для чего это все делается Мы еще иногда шутили, ребята из других команд задавали вопрос «Когда же у вас выходной?» Ну, мы всегда отшучивали, говорили, день игры для нас это считался выходным И часто, вот, особенно, когда мы готовились в Гантиаде, с нами недалеко живут, тоже, тоже «Тбилицкая Динамо» И когда они смотрели на наши тренировки, они хватались за голову и говорили, а когда же вы будете играть в футбол? Ну, в общем, немногие, немногие, конечно, клубы с такими нагрузками были связаны Поэтому, наверное, отсюда и успехи «Тинского Динамо» Многие считают, что вам не повезло, как вратарю, что ваша карьера, ваша судьба совпала с карьерой, судьбой Рената Досаева Которую, в общем-то, любили и зрители, и тренеры к нему благоволили Тем более, что Константин Иванович Бесков был главным тренером из «Спартака» и сборной Советского Союза И Досаев зарекомендовал себя именно в ту пору в мире вратарем высочайшего класса Какие мысли у вас возникали, когда вы сидели в запасе, а Досаев играл? Вы ставили себя на его место, вы могли бы, на ваш взгляд, сыграть так же, а может даже и лучше? У меня был такой момент в жизни, еще я когда играл в Донецком «Шахтере», я попал в сборную Союза именно из Донецкого «Шахтера», а не из «Тинского Динамо» И Константин Иванович взвал меня в «Спартак» И я считаю, ну, это лично мое мнение, ну, наверное, многих болельщиков, что если бы я играл в Москве, то, наверное, бы доставил, как вратарь не состоялся Интересно Вот, ну, это давняя история такая, просто не хочется, я же говорю, что, ну, я нисколько не жалею, что я играл в «Киевском Динамо», потому что Нельзя сравнивать «Спартак» в «Московский», хотя нельзя тоже унижать достоинства «Московского Динамо», но «Киевское Динамо» — это, кстати, «Киевское Динамо» Но фигура Досаева как вратаря, на ваш взгляд, какова? Он выдающийся вратарь, действительно один из лучших вратарей мира, как о нем писали газеты, в общем, не без оснований, или все-таки… Несомненно Несомненно И мне очень нравится манера игры Шмейхера и очень нравилась манера игры в Германии Тони Шумахера Вот я люблю такую манеру, она не броская, но очень надежная Вот, особенно в латиноамериканстве это… Ну хорошо, вот Атар Габелия, я помню его прыжки в воротах, вот эту кошачью прыгучесть, это не ваш стиль, понятно, но вы принимали такой стиль, он имел право на существование, или все-таки лучше быть не броским, но надежным? Ну, в принципе, я для себя тоже уяснил, раз и навсегда, лучше быть не броским, но надежным А раз нравилась такая манера игры людям, почему бы не показывать ее? И Атарий как раз один из представителей Я помню, уже на закате была карьера Атара Габели, он выступал за дублирующий состав Тбилисского «Динамо» И чтобы развеселить публику, он несколько раз выходил в поле, оставлял ворота и играл полевым игроком, в это время его место в воротах занимал его товарищ А один раз, я помню, он вышел бить пенальти, с вами таких историй не приключалось? Нет, со мной не было, но я бил пенальти уже после матча в полуфинале чемпионата мира молодежного в Японии И именно ответственный очень пенальти, потому что после того, когда я забил, мы вышли в финал И вот тогда я просто представил ситуацию нападающего, который бьет одиннадцатиметровый Потому что когда ты стоишь в воротах, это одно состояние, но когда ты бьешь, ворота становятся очень маленькими, а вратарь очень большой Кому легче в этой ситуации, вратарю или нападающему? Вратарю намного легче, потому что, ну, одиннадцатиметровый, если забивает, ну, это такое дело, а вот если не забивает нападающий одиннадцатиметровый, вот это уже А что вы чувствовали в момент, когда вам били пенальти, причем если это была, допустим, серия послематчевых пенальти, появлялся кураж какой-то, здоровый такой человеческий кураж, а ну попробуй взять, уверенность появлялась? Естественно, я как-то вот следоставил для себя задачу, ну, хотя бы из пяти одиннадцатиметровых, чтобы два я смог взять, это уже какой-то задел был И обычно даже вот в команде у нас в Киеве знали, если идут послематчевые пенальти, то ребята были уже спокойны Я читал в свое время книгу Ивы Виктора, известного чехославского вратаря, он чемпион Европы был, по-моему, даже, и он писал, что у вратаря есть один секрет, как правило, нападающие стараются бить пенальти по центру, это действительно так? Ну, немногие, это нужно быть очень уверенным в себе, нападающему, потому что у вратаря тоже есть какие-то свои хитрости Вот у меня, допустим, была хитрость, я очень часто ловил нападающих, хотя это, конечно, нельзя, и не положено было правилами Я, допустим, когда разбегался нападающий, я делал движение влево, ну и чисто психологический фактор влиял Значит, нападающий думал, что я уже буду прыгать в правый угол от себя И часто так ловили нападающих? А я, да, очень часто, и я показал, что я падаю в левый угол и туда же падал И очень часто я ловил У вас наверняка были самые нелюбимые нападающие, форварды, которых вы откровенно опасались, боялись, ну, такое бывает Кто? Ну, я уже, вот, очень много брали у меня интервью, я всегда говорил Это Родионов Вот почему-то я очень себя спокойно чувствовал, когда он не играет Вот бывает, он очень неудобный нападающий Хороший форвард был вообще Родионов Очень, да, очень Получается, он такой тоже не броский, но очень забивной, а это очень важно Такого форварда, на мой взгляд, не хватало киевскому Динамо в свое время Да, да, у нас уже с приходом Протасова, уже так более-менее, именно вот такого типа был Родионов нападающий, который мог всегда оказаться в нужную минуту А кто еще, кроме Родионова? Кроме Родионова, ну, естественно, Олег Блохин это просто звезда И нельзя никак унижать его достоинств, потому что, наверное, не только Опять же, я буду повторяться, что люди на Украине в Союзе его полюбили, но и мир признал его И даром он стал лучшим Вы считаете, что его достоинства сейчас унижают? Я не считаю, что его унижают, но получается так, что о нем как-то немножко забыли А с чем это связано, как вы считаете? Ну, видимо, он очень много времени проводит за границей, естественно, люди не знают, что он там А во-вторых, ну, не знаю, наверное, просто он как-то не востребован Я считаю, что такой футболист, и, наверное, не даром в Греции ему предлагают каждый раз новую команду Значит, его там тоже уже признали как тренер Почему бы его не признать на Украине? В жизни каждого вратаряна наверняка бывают черные минуты, которые потом долго снятся Моменты, которые долго снятся Вам когда-нибудь снился момент с матча с Останвиллой? Да нет, у меня не с Останвиллой У меня очень часто снился момент, когда мы играли против Гланд Рейнджерс Когда я выбрасывал мяч и попал в спину Болтащина И этот гол просто был решающим Вот тогда я очень долго, никак не мог даже не то, что сниться Просто не мог спать, потому что эта картина стояла все время передо мной Вы винили себя, и что вообще ребята говорили? Были ли когда-либо у вас случаи, когда ваши партнеры, ваши друзья говорили вам Ты в этом виноват, и обвиняли вас прямо, или все-таки не было такого? Ну, я скажу, что наша команда была немножко по-другому воспитана В каком плане? Мы как-то, начиная с первых игр, взяли себе за правила Выигрывает команда и проигрывает команда И поэтому, да, в душе, может быть, каждый понимал, что тот или иной игрок ошибся Но никогда у нас не было, что мы могли прийти в раздевалку и сказать Вот ты виноват, и все, и за тебя мы проиграли Потому что, естественно, человек не робот Ему свойственно ошибаться Тем более вратарям? Тем более вратарям То есть такого вы не помните, чтобы кто-то как-то высказал свое недовольство явное? Нет, у меня не было Даже вот, я же говорю, вот эта круезная ситуация С глаз грейдера, с меня ни один игрок не поставил упрек Я, например, не только я, миллионы телезрителей видели, на мой взгляд, совершенно жуткую ситуацию Когда Шевковский ударил Дмитрулина И даже комментаторы растеряли Что произошло? Пылали ли такие ситуации у вас? Нет, у меня таких ситуаций не было Идет, ну обычно в игре идет, рабочий, пускайся И иногда нелицеприятный Потому что игра есть игра Ну, а тот момент, пускай или Саша на меня не обижается Это очень было некрасиво Это нервный срыв, может быть? Может быть, может быть, нервный срыв Может быть, просто психологическая нагрузка Потому что все-таки очень много игр И именно ответственных уже были проведены Шевковским, поэтому, видимо, и это сыграло какую-то роль Мне приходилось слышать, как многие молодые футболисты Когда речь заходит о ветеранах О футбольных матчах с 70-х годов, 80-х Говорят, да, подумаешь, ну что это был за футбол? Тогда пешком по полю ходили и так далее Недавно мы говорили с Блохиным Он рассказывал, что достал совершенно случайно Кассету с записью матча Бавария-Динамо-Киев 75-го года в Мюнхене Когда он забил фантастический супергол И говорит, я ее часто просматриваю Оказывается, скорости у нас были сумасшедшие Носились-то мы по полю, работали То есть не хуже, чем нынешние мастера Как вы считаете, футбол стал быстрее? Футбол стал зрелищнее? Или он стал менее зрелищным? Вот на ваш взгляд, вы все-таки видели его в последние 20 лет? Ну, я, во-первых, скажу, что, наверное, футбол – это то же самое, что и жизнь Все меняется, все обновляется И я обратил внимание сейчас, что в футболе, может быть, может сыграть роль один человек Вот даже в День сборной Франции Зидан Раньше это не так бросалось И я даже просматриваю финал 88-го года очень часто В чемпионате Европы, да В чемпионате Европы, да Конечно, футбол сейчас стал намного быстрее Намного нужно быстрее принимать решения Но, как говорят, мы были, видимо, дети своей эпохи В то время мы носились Сейчас они носятся Поэтому я думаю, что футбол развивается Он не стоит на месте Наверное, через 10 лет он еще быстрее будет Знаете, все-таки мне кажется, что в 80-е годы было больше личностей Звезд, настоящих звезд, не дут их А просто звезд, на которых ходили В одном только, я не знаю, я уже не говорю о киевском Динамо В одном только Тбилисском Динамо Любовались игрой Экипиани, Шингели, Гуцаева, Габели Люди, реальные звезды Сейчас звезд практически нет не только у нас Но и в мире тенденция такая к снижению звезд Валерий Васильевич Лобановский говорит о том, что нам нужна не команда звезд, а команда звезда У нас нет таких ярких звезд Ну и, наверное, и футбол этим ценится Что сейчас больше, наверное, больше упор делают на команду в целом Не на личности, а на команду в целом Потому что, вот только мы говорили об этом Он развивается, футбол становится быстрее И вот это, конечно, очень удачное стечение обстоятельств Если именно в команде звезде Есть личность, которая может на фоне этой команды звезды Сделать результат Мое мнение, я не знаю, может быть, специалисты футбола на меня обидятся сейчас Но я считаю, что политика политикой А именно союзный чемпионат, который был в 80-х годах Я думаю, что нужно было все-таки какой-то компромисс найти И оставить его Потому что, ну, не секрет Сейчас все самое лучшее собрано в киевском Динамо И поэтому Наверное, отсюда нет конкуренции Наверное, отсюда и нет звезд И практики игровые И практики игровые, да Вот благодаря только европейским матчам Вот тогда только видят Нашу команду И на фоне этих европейских матчей Появляются и звезды Тот же Шевченко, Ребров А первенство Украины Ну, он неинтересен Просто неинтересен Я не знаю Ну, это сугубо мое мнение Вы в глубине души переживаете Вот о том, что в ваше время не было таких Зарплат у футболистов Не было такой возможности Отправиться спокойно за рубежи Поиграть там Не было возможности Показать себя так в мире Как это можно сделать сейчас Я не говорю о какой-то зависти банальной Я говорю просто о сожалении О жалости Что вот так сложилось И то вы уже застали Немножко время Когда можно было заработать Что говорить о великих футболистах Прошлого О мунтяне Серебренникове Колотове Покойном Которые так и не смогли этого сделать Что вы думаете об этом? Ну, наверное, я опять повторюсь Конечно, мы дети своей эпохи Конечно, где-то в душе Я не хочу скрывать Я думаю, что взять любого игрока Оборота 80-х Именно Тиевского Динамо Он бы тоже стоил бы Каждый игрок Очень большие деньги И, естественно, приходится сейчас Это пополнять Потому что я вообще не в спорте Я занимаюсь Как можно сейчас говорить Бизнесом И довольно-таки удачно Но если бы я Допустим, играл бы сейчас И играл бы где-то за рубежом Может быть Может быть Мне бы бизнес уже был не нужен Вот это, конечно, немножко жалко В душе Чем занимаются ваши бывшие партнеры По звездному составу Киевского Динамо? Поддерживаете ли вы с ними отношения? Созваниваетесь ли? Встречаетесь ли? Зовете друг друга в гости? Если да, то с кем? Ну, я очень часто встречаюсь с Олегом Когда он прилетает из Греции Созваниваемся Встречаемся Общаемся Вот с другими ребятами реже Вот Очень часто я встречаюсь с Хлусом С Виктором Он вернулся из Швеции Сейчас старается поднять детский футбол Ну, и Ко мне обратился Чтобы я немножко помог в этом И я считаю, что Это просто святое для каждого Более-менее Человека Чтобы детский футбол у нас был Потому что уж больно Он у нас В очень плачевном состоянии находится Я не сужу только о Киеве Я очень часто езжу в командировки по Украине Я вижу И вспоминаю то время Что в каждом дворе Всегда была какая-то площадка И дети просто выходили и играли Да Сейчас этого нет Сейчас из этих площадок Делают стоянки И поэтому детям некуда деваться Ну и дети немножко другие В общем Ну и дети Другие интересы Да, сейчас у них другие интересы У них компьютеры появились У них другие какие-то цели в жизни Я даже служил по своему сыну Он не пошел же по моим стопам Хотя мог Мог, но он выбрал немножко другую жизнь Он у меня учится В институте международных отношений И я не сопротивлялся этому А чем занимаются Вот ваши бывшие партнеры Кроме тех, кого мы перечислили Ну я знаю, что многие ребята Все-таки находятся на тренерской работе На тренерской Многие ребята остались за рубежом Взять того же Евтушенко Вот Саша Завара Он живет во Франции Ну а в основном Все-таки ребята вернулись в футбол Вы бы хотели быть тренером или нет? Сейчас бы, наверное, уже нет А после того Ну, во-первых, я не могу уже бросить это дело Потому что я занимаюсь уже не первый год И, естественно, за моей спиной стоят люди И я считаю, что это было бы просто предательством Если бы я просто взял бы и ушел бы Мы начинали с нуля И достигли уже кое-чего в жизни И после этого сейчас взять, все бросить и уйти Я начинал немножко тренером И очень мне нравилось И я так почувствовал, что я бы мог Начало у меня получаться Но потом, наверное, все помнят эту историю СССР Борисфен Как закончилось на существование И как-то мне стало досадно и обидно И после этого у меня не было никаких предложений Естественно, мне пришлось заниматься уже Тем, чем сейчас я занимаюсь Виктор, а чем объяснить, что все советские Постсоветские футболисты до Шевченко Так и не смогли прижиться на Западе Я помню, как уезжал Заваров Какие были надежды на Биланова Что получилось? Ну, вы знаете, это, наверное, все-таки Это мое мнение Потому что я тоже немножко почувствовал это И я-то очень хорошо прожил И нормально работал в Израиле Но все равно Нужно, я считаю, это мое мнение Нужно жить там, где ты родился Там, где твои корни Потому что Вроде бы у тебя там, на Западе Есть все, есть деньги Есть, ну, в общем, все блага Но такое состояние Это сугубо я свое личное высказываю Как птичка в золотой клетке У тебя все есть, но ты не дома И, естественно, начинаешь уже думать Склебо это все закончило Чтобы вернуться домой И я вспоминаю, когда приезжаешь в отпуск Совсем другое настроение Ну, Реброва, на ваш взгляд, должно получиться В Англии или нет? Я думаю, да Почему? Ну, во-первых Новое поколение? Да, новое поколение, раз Во-вторых, наверное, тренера, те, которые покупали В Тотенхеме, они, наверное, уже видели Его составил себя в команде Поэтому сейчас все будет зависеть только от него Вы смотрите матчи киевского «Динамо»? Да, я постоянно Но, если честно, в основном смотрю европейские клубки Первенства Украины очень мало Вам нравится игра киевского «Динамо»? Да, я просто Во-первых, то, что это киевская «Динамо» Это уже заставляет тебя сидеть У телевизора и переживать Потому что, кстати, не один год отдал этому клубу Во-вторых, я просто вижу, как ребята прибавляют Потому что уровень первенства Украины – это один А уровень европейских клубков – это другой И, естественно, это очень большая школа Для каждого футболиста, который играет в киевском «Динамо» Почерк Лобановского претерпел, на Ваш взгляд, изменений Или остался прежним? То есть, глядя на игру киевского «Динамо» образца 2000 года Вы узнаете игру образца 1986-1988 годов? Ну, наверное, не был бы Валерий Васильевич Валерий Васильевич, если бы он поменял какие-то требования Любая команда под его руководством Всегда будет играть в один и тот же футбол Я не имею в виду, что... Но именно основная концепция игры Она будет есть и будет оставаться И она видна всегда Это, во-первых, очень четкая игра в обороне Во-вторых, очень высоте скорости Ну и, в-третьих, большая надежность каждого футболиста То есть, он не доверит ни одному футболисту Если он хотя бы на 1% будет в нем сомневаться Поэтому я смотрю каждую игру европейских клубов Я четко знаю, что до того, как этот человек появился в составе Он прошел уже очень большой отбор и очень большое испытание Вы предугадываете действия игроков на поле? Вы знаете, как он сейчас себя поведет? Естественно, естественно Совпадает? Да, ну не всегда, потому что, опять же, футбол изменяется Но все-таки тоже какая-то школа есть за плечами Поэтому... Как ли процент творчества в действиях футболиста? Вот, допустим, вам Лобановский давал установку Двигаться только по этому краю, предположим, назад, не отходить Передачи давать только влево К примеру, мог ли игрок, в зависимости от своих каких-то ощущений В этот момент дать передачу вправо Проявить творческую какую-то находку, сделать? Ну, у нас были, значит, основные требования к каждому игроку Ну, период творчества в каждой игре, естественно, присутствовал у каждого футболиста Иначе бы эта команда бы не смотрелась Если бы она играла, как робот Вот сказали влево, значит влево То есть, каждый человек в данной ситуации делал то, что он считает нужным Может быть, неправильно Потом Валерий Васильевич мог ему подсказать Но процесс творчества всегда был присущ Один заслуженный мастер спорта рассказывал мне, как его восхитило в момент пребывания в лагере Спартака Кивлянин Как его восхитила Спартаковская стенка И когда он приехал сюда, он только говорил об этой стенке Говорит, давайте сыграем в стенку тоже Но Валерий Васильевич сказал, никаких стенок, только длинные передачи А он считает, что стенка, если она разыграна качественно, по всем правилам Это самый действенный, в общем-то, путь к воротам Применяя стенку Как вы считаете, есть тут доля истины? Я считаю, что, ну, это, мое мнение Команда идеал, это если совместить Киевское Динамо и Спартак в Москву Значит, стенка очень действенная вещь, когда команда подходит к штрафной сопернике Поэтому, наверное, и была борьба двух школ Спартака, московского и Киевского Динамо А надо было всего это совместить, да? Да, если бы это совместить, я думаю, это была бы идеальная команда Я наблюдаю всегда матчи ветеранов, когда играете вы, ваши товарищи, партнеры И, вы знаете, когда я смотрю, например, как Леонид Буряк делает передачи Я с ужасом понимаю, что сегодня я таких передач у нас в внутреннем чемпионате И в Еврокубках зачастую не вижу Я помню 81-й год отборочные матчи чемпионата мира с Уэльсом и с Турцией Когда Буряк делал передачу на голову Шенгелия И Шенгелия только макушку подставлял, передачи длинные были Вы наверняка помните их Да, конечно В одну точку, и мяч все время дважды оказывался в воротах То есть, это фантастика Сейчас никто не делает таких передач А в чем проблема? Ну, во-первых, мы уже тоже говорили, это, конечно, дано от Бога Во-вторых, очень много была проведена работа Чтобы именно в эту точку, именно такую передачу С такой скоростью, с такой подкруткой То есть, я помню даже вот по себе У нас заканчивалась тренировка, но у нас никто не уходил из тренировки Мы оставались, и каждый отрабатывал то, что он считал нужным Да, я думаю, что сегодня я бы не мог назвать какого-то футболиста Футболиста, который бы мог спокойно на 70 метров дать длинную передачу Потому что... А Мунтян мог еще и кувырок сделать и дать передачу? Да, да, ну вот опять же я говорил, что, наверное, ну, не хочу, конечно, показаться, что я там уже ветеран И очень не люблю эти высказывания, когда мы играли, когда вот это... То есть, каждый играл в свою эпоху Поэтому я считаю, что... Ну, просто совет ребятам, молодым, которые сейчас играют Что не надо бежать быстро после тренировки домой Я понимаю, что и так мало времени, очень мало бывает дома Но все-таки это их жизнь, и она их кормит Поэтому, как ты будешь исполнять этот слез Наверное, тем больше за тебя будет платить И не секрет, что каждый, наверное, игрок хочет попасть именно в какой-то западный клуб Один из тренеров высшей лиги просто жаловался мне, рассказывал Как после тренировок, когда уже показывают матчи Еврокубков Он говорит ребятам, останьтесь, посмотрите, как играют в Европе Вот, говорит, смотрим только я и второй тренер Ребята или играют в карты, или разговаривают о машинах, о деньгах То есть, он говорит, посмотрите, это же азбука Вы же должны так играть Они не смотрят, им это неинтересно Другой тренер высшей лиги говорил мне, что к нему приходит пацан 17-16 лет Первый вопрос он задает, сколько у меня будут подъемные А сколько ты хочешь? 5 штук А меньше, ты же еще не умеешь играть, у тебя не поставлен удар То есть, что происходит с этим поколением? Это не только в футболе такое, или что-то утеряно Какое-то ощущение гордости за свой клуб, за свою футболку Когда люди играли ведь не за деньги, а за честь свою Как вы считаете? Ну, я считаю, что абсолютно правильно было сказано Что, наверное, сейчас совсем другая психология у нынешних футболистов Мы раньше как-то не задумывались о том, сколько я получу в конце месяца Просто было... Не знаю, я по себе служу, но, наверное, каждый футболист, который играл рядом со мной Наверное, прежде всего думал о результате, а потом о деньгах Сейчас психология немножко поменялась Сейчас в первую очередь думают о деньгах, а потом о результате Отсюда, наверное, и идут такие требования даже у молодого футболиста Который, не в обиду будет сказано ему, что еще в этой команде не сыграл ни одной игры Он уже требует большие деньги У нас раньше немножко другая психология была Ну, это не секрет, что мы получали там вне очереди квартиры Но мы не могли заикнуться, пока не было результата Мы сначала делали результат, а тогда по результату нам уже давали какие-то блага Сейчас немножко это наоборот Задумывались ли вы о травмах? Ну, я помню Валерия Черникова, который так блестяще начинал, получил страшную травму Пропал для большого спорта, вычеркнут оказался Таких примеров хватало, в общем-то, в Советском Союзе Думали ли вы о том, что можете в один прекрасный момент выбыть из футбола, выбыть из жизни? Честно сказать, по молодости нет Просто для тебя была одна цель Во-первых, играть в основном составе А во-вторых, чтобы как можно больше болельщиков ходили не только на команду, но именно на тебя Я это знаю, потому что очень многие люди до сих пор останавливают, до сих пор общаются со мной И вот с кем бы я ни общался, я знаю, что у каждого теевлянина, который приходил в то время, был свой футболист И он приходил не только на команду, но и отдельно на каждого футболиста Безусловно И поэтому, я говорю, как-то не задумывался, хотя все могло быть И даже тот же случай, то, что я говорил, в 1984 году, когда я играл в стреломом руки, я бы мог вполне закончить после этого Поэтому, наверное, вот отсюда, наверное, государство должно думать о каждом футболисте, который заканчивает свою карьеру Он должен быть обеспечен работой И даже взять, допустим, любого футболиста, который отыграл за свою сборную за рубежом, если взять То каждый футболист, заканчивая свою карьеру, он уже имеет работу Я уже не говорил о материальном отношении То, что он уже обеспеченный человек на служении У нас, к сожалению, пока этого нет Проблема договорных игр, если можно назвать проблемой У вас никогда не возникала ситуация, когда вас пытались просто купить? Бывали, бывали такие ситуации, но, честно сказать Динамовцы, ну, не знаю Были, 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 подходили Подходили и предлагали деньги Проще купить вратаря, правда? Да, но, честно сказать, у меня, наверное, бы Стоить бы просто не позволило Деньги предлагали немалые? Немалые, немалые По тем временам и довольно-таки немалые Один из киевских динамовцев, участников чемпионата мира 1966 года в Англии Рассказывал мне, что вот прошло 30 лет И он вдруг с ужасом понял, что двух центральных защитников Двух защитников сборной СССР просто купили Хурцелаву и, по-моему, Дзо Дзошвили Как вы считаете, возможны были такие вещи? Вы знаете, я считаю, что если не пойман, то не вор Поэтому это очень серьезное обвинение Очень серьезное И поэтому, я считаю, если бы он его поймал за руки В тот момент, когда не брали деньги То можно было бы утверждать Но теоретически можно допустить все Может быть, да, это может быть И я не хочу этого скрывать Вы были в сборной СССР во время трагических, я считаю, для ребят В первую очередь событий 1986 года, когда мы проиграли матч Бельгийцам 3-4 Что это было вообще? Что вы чувствовали со скамейки запасных? Ну, это, во-первых, такое состояние, когда у ребенка забирают какую-то любимую игрушку То есть такая опустошенность И обида, досада И мы просто, я жалю, судя по команде Я считаю, что в тот год Именно эта сборная, именно в этом составе могла стать чемпионом мира И очень было обидно, что мы просто Ну, не знаю как Во-первых, наверное, я не буду лукавить ни без помощи судей По-моему, все видели, что он сделал с командой Очень, конечно Ну, это Бывает такое состояние, когда не хочется дальше Не то, что Там смотреть на футбол Вообще не хочется Ничего Вы никогда не боялись мяча? Нет, даже и в мыслях не было А когда мяч запускали с расстояния 2-3 метра в упор С носка, бывали такие случаи? Просто тогда в этот момент Ты не думаешь об этом Ты просто, у тебя мысль такая Чтобы как-то спасти этот момент Чтобы тебя не забили Поэтому даже не успеваешь не то, что подумать Даже и лицо убрать Бывали в вашей вратарской карьере чудеса Когда мяч то ли между ног закатывался в ворота То ли вы сами его забивали себе руками Нет, слава богу, у меня такого не было Вот это единственный у меня курьезный случай Когда я попал в спину А сколько раз защитники свои забивали вам голы? Ой, ну это не сосчитать Из самых ярких таких моментов? Это даже тяжело вспомнить Потому что как-то ты не обращаешь на это внимания Но это бывают игровые моменты Поэтому я бы мог сказать, но я просто не помню Как вы считаете, вы до конца доиграли в футбол? Вы сказали свое последнее слово? Или можно было еще год-два поиграть? Честно сказать, многие даже видят сейчас меня Говорят, что ты там рано закончил Что ты бы еще мог Но я считаю, что, конечно, было бы два или три Я бы еще поиграл На высшем уровне? Да, я бы еще поиграл Но сейчас, конечно, уже нет А в чем секрет вратарей уровня Адзофа? Вот мы же много знаем таких вратарей Которые играли до 40 лет в Советском Союзе Был вратарь Крамаренко Как я сейчас помню В Невчи играл Ну, я считаю, что, наверное, в доверии В доверии Потому что, когда я возвратился после Израиля И после Израиля в Киевское Динамо Даже не в Динамо, а в Киев У меня даже не было никакого предложения Из Киевского Динамо Хотя я уходил из Киевского Динамо Сколько вам лет было, когда вы вернулись из Израиля? Мне было 36 Я бы мог еще Ваш брат играл? Да, я бы еще мог Года три Очень нормально еще Играть Мы видим многих бывших футболистов Которые, в общем-то, потеряли форму Животы, одутловатость и так далее Я видел и Рината Досаева И Александра Чивадзе И Рома Зашингели Они совершенно изменились Не такие, как раньше Прекрасные футболисты Вы замечательно выглядите Что вам помогает? Вы тренируетесь? Продолжаете работать с мячом? Что происходит? Ну, я, во-первых, три раза в неделю Мы играем в мини-футбол И при том Такой С нагрузкой Да, с нагрузкой Ну, где-то мы играем Около двух часов Это немаловажно Это раз Во-вторых Одукловатость и все остальное Я считаю, что Это все зависит от человека От образа жизни От образа жизни От человека Как он себя Себя видит В дальнейшем Да, у меня тоже Я когда закончил Где-то Первый год Немножко я начал Округляться Потом думаю Нет, надо остановиться Потому что Все-таки Ну, я еще не старый человек И поэтому Надо выглядеть Соответственно Стараюсь меньше есть Вот Ну, так В принципе Опять же Спорт Не надо резко бросать Потому что Каждый профессиональный спортсмен Который резко заканчивает Его это ждет Нас сейчас смотрят Нашу беседу Смотрят миллионы Болельщиков Футбольных Для которых В свое время Вы были кумиром Образцом во многом И которые сейчас Я уверен Получили большое удовольствие От ваших ответов На вопросы И от ваших рассуждений Вашего понимания И футбола И жизни вообще Я хочу поблагодарить вас За эту беседу Пожелать вам Всего самого хорошего У нас в гостях Был популярный Прекрасный вратарь Киевского Динамо И сборной Советского Союза Заслуженный мастер спорта Виктор Чанов Спасибо Спасибо вам большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому